В доме всегда найдется что-то, чем мы давно не пользуемся, например, воздушные шарики. Оказывается, это очень полезная вещь. В этом видео собраны простые лайфхаки и трюки с воздушными шариками. Если вы попали в ситуацию, когда нужно срочно что-то стереть, резинки рядом нет, а каким-то чудом шарик есть, не проблема. Шарик не хуже может стереть надпись карандашом. Для удобства можно надеть шарик на карандаш, получится что-то практичное и необычное. Проблема со скользящими стаканами может быстро решиться, если под рукой есть шарики. Берем один из них и отрезаем верхнюю часть. Теперь нужно осторожно растянуть его, чтобы он не лопнул. Надеваем шарик на наш стакан и любуемся полученным. Теперь он не скользит, и угроза его падения со стола стала минимальной. Материал шарика позволяет нам сделать очень удобные маленькие резинки. Режем шарик на тонкие полоски. У нас получаются резинки ничуть не хуже по качеству, что и специальные резинки для скрепления. Ими можно закреплять наушники, различные бумаги или деньги. А также они отлично подойдут, как замена резинок для волос. Для следующей штуковины нам понадобится пластмассовая часть шприца. Нужно отрезать носик, чтобы получилось примерно так. Не обязательно стараться сделать ровный срез. У меня вот получилось неаккуратно, но это совсем не важно. Далее берем наш шарик и отрезаем его верхнюю часть. Теперь осторожно надеваем шарик на пластмассовый цилиндр. Получившаяся штука выполняет роль рогатки. У нас получилось довольно сильное оружие. Вы можете вставить любую острую вещь, но будьте осторожны. Такая рогатка довольно сильно и далеко стреляет. Она хорошо подойдет для игры в дартс. Зачем покупать в Китае антистрессовые игрушки? Если можно просто надуть немного шарик, завязать его и, пожалуйста, почти бесплатный антистресс. Его можно мять часами, тем самым успокаивая свои драгоценные нервы. Если вам попалась банка, у которой не открывается крышка, не спешите звать на помощь сильнейшего в вашем доме. Вы можете легко открыть ее, воспользовавшись обычным шариком. Надуйте его и приложите к крышке. Постепенно раздувая шарик, давите все сильнее на крышку. Шарик должен полностью ее обхватить, и тогда открыть банку будет уже не так сложно. Я решила повторить трюк с нелопающимся от иголки шариком. По инструкции нужно вставить иглу в нижнюю часть шарика, так как она считается самой прочной. Не получилось. Наверное, мой шарик не такой уж сильный, как надо. Хорошо, попробуем другой вариант. Наклеим кусочек скотча и вставим все ту же иглу. Удивительно, но получилось. Очень даже прикольный трюк. Чтобы сделать хлопушку с конфетти, нам понадобится часть бутылки с горлышком. Отрезаем от шарика ненужную часть и надеваем его на горлышко нашей бутылки. Далее берем мелко нарезанные цветные бумажки и всыпаем все это в получившуюся конструкцию. Теперь, если растянуть шарик, то по воздуху посыпятся наши конфетти. Выглядит это очень красиво. Но вот только потом, кто это будет все убирать? Конечно же я. Понравилось видео? Тогда поделись им с друзьями. Продолжение следует...